Шадиш антиреф и спальни мешок фэнтези 233, в данном случае 220 на 85 на 55. Спальники бывают разных размеров. Вот сейчас посмотрим, как он налезет на меня. Просто 1,86 м, 52 где-то размера. Пускай 54 в одежде. У нас красивые вирочки. Прималофт спорт используется. Не самый лучший прималофт, но хороший, нормальный, достаточно живущий. Дюпон, ткань с тефлоновой обработкой. В общем, все хорошо. У меня спальник из очень похожих материалов на двоих активно используется. В общем-то, я им доволен. По размеру он немножко меньше, чем аналоги наши, которыми мы сами пользуемся. Некоторое количество времени назад уже приобретенные других производителей. Вот, естественно, этот спальник лучше, хотя потому что здесь более современный утеплитель, он легче. Соответственно, чтобы его достать, нужно открыть до конца все строка. Здесь, внимание, они прошиты таким образом. То есть, в принципе, можно стропу распороть и подшить его здесь дополнительно на конце. А так, соответственно, у нас получается интересная, достаточно удобная ухватка, которая даже торчит, если мы покрыли до конца все. Так, мы аккуратненько ушкрябываемся. На отвороте чехла видна обработка, чтобы ткань не промокала. Есть усиление, чтобы все это не расползалось. Минус, к сожалению, не от такой ухватки. Знаете, на спальниках бывает нижняя часть дублирована половиной, если не можно сплотиться, придется хвататься за стропы. Это, кстати, системный недостаток мешков сплава, всех, которые мы видели. Соответственно, открываем. Такого вот он, достаточно спокойного рыжего оттенка. Не режет глаза. И, надо сказать честно, мне такой длинный, как мне казалось. В данном случае это левосторонний спальник. Бывает еще правосторонний. Сможем. Молния не очень крупная. Ветрозащита. Вот она. Плашка есть. Одинарной толщины. Хотя нет. Ну, скажем так, не сильно толще, чем основной спальник. Идет она вот до сюда. Снизу мы, в принципе, защищены. Молния работает хорошо. И, кстати, такого материала, даже если закутится, достаточно легко вылезать. А, вот тут нужно отпороть. Обратите внимание. Это написано отпороть. Начальник казался оттопылить. В общем, решение хорошее. Меньше гирок. Аккуратненько откроем. Есть фиксатор, что тоже решение, на самом деле, правильно, чтобы с задержкой все не цеплялось лишний раз. Открываемся. Каретка, кстати, с одним язычком. Я вот люблю, когда с двумя. А, похоже, каретка мне очень не понравилась на спальнике от компании KSL. Тут она, вроде бы, как получше себя ведет. Скорее всего, другой размер зубьев. И не закусано из коробки, как у некоторых. Да, и не закусано из коробки неправильно. Вот, смотрим. Есть воротник, что очень хорошо. Скажем, мой спальник аналогичных тепловых характеристик ставим близких. Он без воротника, из-за чего меня поддувает. Это очень жаль. Потом есть отделение под подушков, что тоже очень правильно. Вот это все штуки скопированы у Алексики. Так же, как и, вот видите, небольшой дополнительный наплыв материала, чтобы нам веревка не давила в глаза шнур. Это все у Алексики взято. Сейчас ляжем, попробуем закрыться. Хороший смолит уже. Так, и закрываемся. На удивление, легко все ездит. Так, пока что мне достаточно просторно. Сейчас попробую сначала закрыться, потом застегнуть воротник. Получится это у меня или нет. Я еще не знаю. Чтобы еще не загусились, нет? Нет, все очень хорошо ездит. Закрываемся. Смотрим наличие кармана. Карман есть. Вот в этой части. Вот он. Открывается правой рукой достаточно легко. Но кармашек не крупный. Где-то вот такого размера примерно. Туда, в принципе, должен убираться сам спальный мешок. Дай, пожалуйста, упаковку. Открываем компрессионик. Стараемся всегда делать, чтобы потом не искать, а куда же я делал компрессионик. Ну и, соответственно, когда у вас спальный мешок хранится дома, если у вас есть возможность его лучше подвесить, конечно, в шкафу, чтобы именно в висячем положении находился, убирайте тогда компрессионик в карман, и вам не придется его искать. Да, как раз аккуратно все влазит. Он немножко чувствуется бугорок, но, в общем, так сделать можно. Теперь по поводу шейного пакета. Здесь вот тоже есть такая система, чтобы он не болтался лишний раз. Так, давай откроем. Не видно системы пока что. Да, давай, приоткроем. Волни отлично. В общем, вот такая вот система. Вот, соответственно, элемент с такой стороны. Получается, что мы как бы накусываем. Да, вот получается, что мы как бы закусываем одним элементом, с другой стороны. Тут, конечно, может быть, немножко будет сквасить в этой части, то есть там не такой большой, как хотелось бы, но то, что шейный пакет, в принципе, есть, это очень правильное решение. Вот. Сейчас я закроюсь, попробую затянулся изнутри. Как оно будет? Получится ли закрыться, кстати, при пакете? Непонятно. Вот. Я немножко, видимо, что-то куснул уже. Или нет? Неудобно все-таки. Лучше сначала застегнуться. Вот немножко ткань закусилась. О чем, собственно, и шла речь. Потому что здесь надо по-хорошему делать больший размер вот этой торочки, закусывание планки. Аккуратно достаем. Вреждений, как видите, нет. Делаем все на будущее. Заметку. Товарищ, будь аккуратней. Мы застегиваем молнию. Да? Первый товарищ, будь аккуратней, застегивая молнию. Помни о том, что она будет затягиваться. И осталось понять, с какой стороны утяжки идут. Валентики все сделаны изнутри. И сплав пошел по похожей системе. Вот я вижу. Вот утяжечка. Это шейный пакет. Так. Ты вообще видишь утяжку где-нибудь? Ее же не может не быть. Снаружи, честно говоря, вообще почти ничего не видно, кроме тебя, капюшонной, как внутри копошишься. Так. Ну, поскольку я, находясь внутри, не могу идти, где мне затянуть спальник, давайте мы это сделаем на более открытом пространстве. Значит, по размеру мне он отлично просто. Я себя не чувствую притесненным. Так. Не может быть так. Ага, вот она. Вот она утяжка. Здесь тоже скопирован принцип алексики. То есть, у нас есть утяжка капюшона, которая осуществляется, да, вот с круглой стропой пластичной. Есть утяжка шеи, которая осуществляется плоской стропой. Еще раз, на что я обращал внимание, это вот скопированная лексика. Когда вы затягиваете, он ложится на подбородок и на лоб не жестким элементом, а мягким. Это очень правильно. За это решение конструкторы получают плюс. И спальник получает от нас, в принципе, 5 баллов. Куда идти лучше есть, но то, что сделано сейчас, просто отличный вариант и очень рекомендуется к покупке. Ждем ваших лайков и комментариев.